Утро на Болткоме С производством Не нужно делать реально что-то руками Посадить под домашний арест Я бы так это сказал Насколько это возможно мы узнаем Сегодня из дискуссии правительства Заседание правительства начнется сегодня в 12 часов Какие-либо решения можно ожидать в четверг Тоже в 12 часов будет уже очередное заседание Кабинета министров С одной стороны это хорошо Что сейчас эти заседания посвященные ковиду Проходят все-таки в открытом режиме Но все это видимо готовится как-то наспех Я вот сейчас тоже заглянул в повестку Кабинета министров С сегодняшнего заседания Обозначены определенные темы Которые будут обсуждаться Но никаких документов Чтобы условно говоря Жители Латвии могли ознакомиться Хотя бы с проектом Пока еще нет То есть это все держится в секрете До последнего момента Тем не менее Понимая что такой вариант Всех запереть по домам Вполне возможен Вот представители Сферы недвижимости Те которые Бизнес связан с сдачей в наем Жилых помещений Видимо нежилых тоже Нежилых помещений Офисов Да То что называется То есть Альянс объединяющий Рантье Можно так сказать Обратились С открытым письмом К правительству В котором призывают Не объявлять Обязательную удаленную работу А ограничить Количество людей На конкретной площади Вжесточить санитарные Какие-то меры И нормы Но дать работать Офисом Дать работать Людям Чтобы еще одна сфера Не накрылась Грубо говоря Медным тазом Да Но На кейс-то она еще не накрылась Поскольку Не выходит на связь Вот Наш эксперт По зуму не выходит Да Ну попробуем ему позвонить По телефону А дело в том Что как мне кажется Если подобные решения А вот уже у нас На прямой связи Да Нас видимо услышал Эксперт Давайте мы его представим Надеюсь Что сейчас он Сея зума нас Услышала И все устроила Даниил Рулев Управляющий партнер Фонда недвижимости Ханза Ре Вместе с нами Доброе утро Доброе Прекрасно Связь установлена Поехали обсуждать Итак Ваш альянс Обратился с открытым письмом К правительству Почему Вы считаете Что Ваше письмо Что-то решит И что-то изменит Неужели вы верите В то Что правительство Прислушается к вам Безусловно Мы очень надеемся Что нас услышат Потому что Ну на прошлой неделе Прозвучала Эта инициатива О том Что Ведение удаленной работы Может быть Обязательной мерой И Основывались На данных Центра профилактики Контроля заболеваний Что Инфицирование Коронавирусом К сожалению Очень часто Происходит на рабочем месте Ну Тем не менее На наш взгляд Такой запрет Может существенно Навредить Ну во-первых Латвийской экономике Да То есть Многие предприятия Вообще прекратят работать Ну а Соответственно Владельцы офисных зданий Останутся вообще Без каких-либо Источников доходов Так что Ну Это означает Ну полностью прекратить Работу большинства Предпринимателей Да Но На днях Прошла информация О том Что торговые центры По большому счету Находятся на грани Банкротства Если говорить Об офисных Помещениях Какая ситуация В этой сфере Опять же С учетом того Что Ну будем откровенны На данный момент Уже Ну я бы оценил Процентов 70 Наверное Работников Уже Какие-то Месяцы Работают Удаленно Что существенно Изменится Именно так Мы обобщили информацию О большинстве Офисных зданий Работающих Латвии Ну соответственно Среди членов Нашего альянса Мы выяснили Что уже на данный момент От 70 до 90 Процентов Офисных работников Работают удаленно Это значит Что в офисе Находятся сейчас Только те Кому это действительно Необходимо Ну вот И соответственно Каждый офис Каждое рабочее место Следуя утвержденным Кабинетом Министров обязанностям Работодателя Вел политику В отношении Уполнения Эпидемиологических Требований То есть Ни один работодатель Не заинтересован В том Чтобы его работники Заболели Или попали В режим самоизоляции Что еще более Усложнит работу Само предприятие Во всех офисах Введены мероприятия По дезинфекции Помещений Обязательно Обеспечено Соблюдение Дистанции Ношения масок Введена Где-то Посменная работа То есть Соответственно Вложены Очень существенные Ресурсы С нашей стороны Чтобы сделать Офисы максимально Безопасными Для работников Ну вот И На данный момент В офисах Находятся Только те люди Которым это Действительно Необходимо Ну как Например Международные Компании Пользующиеся Там какой-то Единой Международной Системой Которая Находится На офисном Сервере И без права Удаленного Подключения Или же Это фирмы Которые Ведущие Бухгалтерский Счет Или финансово Управление Активами И Их Внутренняя Политика Не позволяет Вести Работу Удаленно Так как Ну нужно Работать С данными И Требования По защите Данных Не позволяют Делать это Ну вне Офиса Да Если Правительство Все-таки Примет решение Об Обязательно Удаленной Работе Конечно же Не без Исключений Но Грубо говоря Скажем Что все Больше Не приходят На рабочее Место Работают Из дома Или там Откуда еще Главное Что удаленно К чему Это приведет Вашу Отрасль И какую Компенсацию Вы готовы Затребовать От правительства Ну скажем так Что на данный момент Ситуация на офисном Ремке Она не такая печальная Как владельцев Торговых помещений Но однако Если правительство Все же примет решение Закрыть все Бюро и офис То мы считаем Что государству Придется выделять Средства На поддержку Владельцев Офисных помещений Чтобы мы могли Покрывать Коммунальные платежи Расходы Связанные С обслуживанием Помещений А также Своевременно Расплачиваться С банками Либо альтернативная Возможность Которую мы Рассматриваем Это предложить На государственном уровне Вести мораторий На кредитные Процентные платежи Простябик Я уточняю Еще вопрос Хочу задать Мораторий Я понимаю Компенсация В какую сумму Можно ее оценить На данный момент Мы считаем Что компенсация Должна быть В размере 10 евро За квадратный метр Учитывая Что Офисные помещения Только А и Б Классов 800 тысяч квадратных метров Это уже 8 миллионов Ну плюс Наверное Какие-то расходы На коммунальные Расходы В месяц То есть Где-то около 10 миллионов Но еще Нужно учитывать Что в городе Очень много С Класса Офисов И бюро Которые В принципе Ну Официально В статистике Сложно Как это Ну поддаются Да И соответственно Там Ну я думаю Владельцы этих Заданий тоже придут За компенсацией Будут требовать Чтобы им компенсировали Их убыток Вот Если Я бы вас попросил Если можно Ракциализовать Рынок Вот Этой Такой Офисной Вот Ну аренды Если так можно Сказать До пандемии Вот вы Обмолвили Что ситуация была И даже во время Пандемии Не самая Такая Трагическая Но чуть-чуть Охарактеризуйте Поскольку Если мы говорим О жилых помещениях То С одной С одной Стороны Мы видим Что Все-таки Много Строилось И строится По-прежнему Жилых домов И нам говорят Что Тем не менее Все равно Не хватает Вот этого Нового жилья Что касается Офисов Был ли Дефицит Офисных площадей Не знаю Категории А, Б Или Наоборот Избыток Как бы вы Охарактеризовали Эту ситуацию Скажем так Пять лет назад Был существенный Дефицит Офисов А-класса Соответственно В этот период Времени Было построено Достаточно много Офисов А-класса И Наверное Этот дефицит Скажем так Ну Немножко Поуменьшился Но тем не менее Мы знаем Что Уже На сегодняшний момент Продолжаются Проекты Изыскания На тему Того Чтобы строить Еще дополнительный Офис А-класса А-класс Так Чтобы наши Радиослушатели Понимали Это самый Высокий класс Это самый Офисы Сопоставимые Не знаю Как The Towers Допустим Абсолютно С парковкой Со всеми Известные В Риге Да Ну The Towers Наверное Он такой Самый-самый Дорогой В офисном Да Ну вот Соответственно На данный момент Мы знаем Что Ведутся Проектирования Еще Офисов А-класса В том числе В центре Риги Так что Ну Эти все Будут продолжать Пользоваться Спросом Зависли ли Какие-то Проекты Из-за пандемии Именно На фазе Строительства Ну Безусловно Что-то Задержалось Но Тем не менее Скажем так Ну Застройщики Достаточно Позитивно Смотрят в будущее Надеются На том Что Пандемия Все-таки Не затянется На там Два-три года Да А процесс Строительства Он Ну Как раз-таки Занимает Примерно Года-два Чтобы сдать Здание Под ключ Поэтому Ну Какие-то Работы Уже Делаются Прямо Сейчас Но Скажем так Смотря на Тенденции Связанные С офисным Рынком Безусловно Пандемия Ведет Какие-то Коррекции Сейчас Уже Мы видим Что Ну Люди Учатся Работать Удаленно Кто-то Работает Посменно Да То есть Скорее всего Каким-то Образом Это Скажется И в будущем Тоже На работе Офиса Отказаться От офисных Помещений Я думаю Что наше Общество Не будет готово Еще в ближайшие Лет 20 Наверное Вот Фактически Уже Предварили Мой вопрос По поводу Действительно Работы На удаленке Многие Фирмы Увидели Что да Возможно Столько людей В офисах Держать не надо Значит ли Это Что вот Офисы Если конечно Это будет Позволять Обстановка Будет Каким-то Образом Перепрофилироваться Частично Будет Предлагать Какие-то Не знаю Производственные Помещения Может быть Какие-то Больше Кафе Ну то есть Какая-то Будет попытка Диверсифицировать Те помещения Которые есть Как измениться Функционал Да Или это Невозможно Безусловно Я думаю Что будет рассматриваться Дополнительный Какой-то Функционал Но содержание В офисных Помещениях Каких-то Производственных Помещений Это Абсолютно Нерационально То есть Все-таки Офисные Помещения Они делаются Ну совсем С другой мыслью И оборудуются Совершенно По-другому Ну то есть Грубо говоря Кабинет Это не цех Да Вот мы знаем Если мы говорим О Риге Да У нас все-таки Большинство радиослушателей Это Рига Рижский регион То По крайней мере Столичное Самоправление Во время пандемии Обещало Что она будет Предоставлять Какие-то там Не знаю Скидки По налогу На недвижимость А срочку По платежам Налогу на недвижимость Вообще Что говорят Вот владельцы офисов Это происходит Вообще Можно получить Потому что Ну мы знаем Что за офисов Все-таки платить надо Намного больше налог Чем за квартиру Ну Во время первой волны Да Было предложено Переложить Платежи По налогу На недвижимость С первого квартала На Конец второго квартала Да И те кто хотели Могли этим воспользоваться Но полностью Отложить Либо же Уменьшить Налог на недвижимость Ну Такого предложения Не поступало И это весьма Наверное Тоже болезненно Сейчас Да Потому что Все-таки Налог на недвижимость Кусается В Риге Пока Они не в центре Ну Безусловно Конечно Да Это тоже Стабильный Фиксированный Расход От которого Ну Который Не избежать Это тоже Надо платить Мы общаемся С Даниилом Рулевым Управляющим Партнером Фонда Недвижимости Ханза Рэй Речь идет Об открытом Письме С которым К правительству Обратился Альянс Некостумаи Пошума Альянс Они призывают Не объявлять Обязательно Удаленную работу А лучше Ограничить Количество Людей На площади И вести Дополнительные Меры Санитарной Защиты И кстати Даниил Об этих Дополнительных Мерах Что возможно Подразумевается Под этой Дополнительной Санитарной Защитой Дезинфекция Предлагаем Не закрывать Офисы Абсолютно Потому что Как я уже сказал На данный момент Уже в офисах Работают Только те люди Которым Это Необходимо По Мере Специфики Их работы И мы предлагаем Договориться Об ограничениях Так же Как это сейчас Работает По такой же схеме Как это работает В магазинах То есть Сейчас Указано Количество людей Которые могут Одновременно Находиться В каких-то Помещениях И с нашей стороны Прозвучало Предложение Чтобы Ограничить Количество Работников Находящихся В офисе На одного человека На 25 квадратных метров Учитывая то Что уже сейчас Многие работают Удаленно Мы считаем Что Этой меры Будет достаточно Да Опять-таки Хочу подчеркнуть Что Мы провели Опрос Среди наших Владельцев Офисных Помещений На тему Ну скажем так Распространения Болезней И ни в одном Офисе Не было Никаких-то Вспышек Или же Опасного Распространения Болезни То есть Какого-то Срочного В большом Количестве Соответственно На данный момент Мы считаем Что Регулярная Дезинфекция Помещений То есть Мы можем Оговорить Какую-то регулярность Раз в месяц Раз в две недели Если это надо Полная дезинфекция Всех Общественных Помещений Один человек На 25 квадратных метрах Офисных Помещений И Обязательное Использование Масок Да Ну вот такие Такое предложение С нашей стороны Да Вот Может быть Такой Последний вопрос Что касается Ну какой-то Реакции Или Может быть Вот в магазинах Вы упомянули Магазины Ну мы знаем Что там Фактически Ответственность Возложена Ну на Саму Администрацию Да Этих магазинов Есть даже Понятно что Охранник дежурит В маленьких магазинах Ну продуктовых Тоже появились Вот эти Охранники На входе Значит ли это Что вот Не знаю Администрация Офисов Тоже готова Не знаю Помочь Я понимаю Что вы не можете Никого штрафовать У вас нет таких Полномочий Но тоже Осуществлять Такой контроль За дистанцией Между офисными Работниками За то чтобы они Там носили маски Это ведь Это реально вообще Сделать Или вот Арендатор Снял помещение И дальше Он там делает Все что он хочет Ну в принципе Ответственность Ложится на самого Арендатора Да То есть Мы как Владельцы офисов Не можем Проконтролировать Что происходит Внутри помещения Потому что Утверждены Утверждены Кабинетом Министров Обязанности Работодателя Да Там Соответственно Каждый Каждый Офис Ответственный За введение Вот этих Внутренних Эпидемиологических Требований Ну вот Но мы видим Что В большинстве Офисов Ну то есть Действительно Все это Соблюдается И никаких проблем С этим не возникает Понятно Огромное спасибо Да Даниил Рулев Был с нами Управляющий партнер Фонда недвижимости Ханза Рэ Член Некустума Ипо Шума От истыту Альянс Альянс Пытается Уговорить Правительство Не Вводить Обязательную Норму На удаленную Работу Ограничить Количество людей На площади В офисах И Применять Какие-то Дополнительные Меры Безопасности Что же Пожелаем Удачи В этой Нелегкой Борьбе Даниилу Спасибо Всего доброго Хорошего дня Спасибо Хорошего дня Вам До свидания В какой-то Определенный Момент Все равно же Будет так Что Сидят люди Работают Вдруг Растается Стук В дверь Здравствуйте К вам Пожаловала Санабедимстанция Давайте проверим Все ли Помыли ручки Все ли Надели масочки Нет Ну Это все понятно Но вот Я ведь не зря Спросил Вот у представителей Ассоциации Недвижимости О том Способны ли Они сами Обеспечить какой-то контроль Ведь Действительно Если В несмысле Это им упрек Но может быть Это такой вот Ну совет Или рекомендация Магазины Которые позволяют Сейчас работать Те которые 70 процентов Как мы знаем Торгуют Или продуктами питания Или хозяйственными товарами Могут сейчас работать Без ограничений Даже по времени Ну ночью Даже включая ночью У нас есть и ночные магазины В частности Да Но Значит Они сами За свои средства Обеспечивают Контроль За ситуацией Мы знаем Как это все происходит Корзинки Дезинфицирующие средства Человек на входе Вот Когда Наш собеседник сказал Что это сами Арендаторы Пускай делают Это по существу Тупиковый путь Потому что На заседании правительства Обязательно возникнет вопрос Вот если вы не хотите Чтобы мы всех Отправили На удаленку То как Вы обеспечиваете Вы обеспечиваете На что Как мы слышали Что не Это сами Это ответственность Арендатор Я считаю так Что если Ну к примеру Какое-то большое Офисное помещение Мы знаем Как это происходит Где много фирм Снимают Арендаторов На входе Есть охранник Чаще всего сидит В основном Пожилой человек Ну вот Тогда Это задача Владельца Этого офисного помещения Мне кажется Все-таки Обеспечить Насколько это возможно Вот этот контроль Потому что В противном случае Вот это письмо Ассоциации Вот этих офисов Оно будет Мне кажется В никуда Может я ошибаюсь Я уверен Если дойдет До конкретных Каких-то разговоров То наверняка Разумный компромисс Будет Разумеется Найден И Можно усилить охрану Заплатить больше Охранной структуре И закупить больше Масок И точно так же На входе выдавать И не знаю Ну условные корзинки Конечно в офисе Не сработают Их могут заменить Папки для бумаг Но какие-то меры До каких-то мер До какого-то компромисса Дойти нужно Потому что С другой стороны Особой проблемы Тоже нет Если офисы И так пустуют И вот Наш гость Только что сказал В зависимости От бюро От здания До 90% Офисных помещений Пустуют Уже длительное время Потому что Основное количество Работают на удаленке То Мера правительства Она Мало что поменяет Тяжело сказать Мне беспокоит другое Ведь на самом деле Есть специфика бизнеса Мы же понимаем Что одна фирма А другая Фирма фирме рознь Есть бизнес Который действительно Можно запросто Без какого-либо Ущерба Для оборота Скажем так Проводить из дома Но есть бизнес Где без человеческих Контактов Не обойтись Особенно с учетом Того Что сейчас Фактически Кафе Рестораны Закрыты Где встречаться С людьми Да Вот на этой ноте Такой философский Такой вопрос И правительство Адресуем Которое сегодня В 12 часов Напомню Будет уже обсуждать Те или иные Ограничения Или послабления Вот такой вопрос А где Сейчас фактически Встречаться с людьми Для того бизнеса Для которого Это крайне Необходимо У меня нет ответа На этот вопрос Но есть ответ На другой На незаданный Где прочесть О том Что будет обсуждаться Сегодня Начиная с 12 На заседании Правительства Этого Микс Ньюзи На портале Микс Ньюз Конечно же И на волне 93.9 Радио Болтком Оставайтесь с нами Утро на Болткоме